Добрый день. Мы с вами собрались для того, чтобы провести семинар в рамках гранта, фонды президентских грантов, посвященные написанию текстов, искусство написания текстов, искусство создания текстов. Я представлюсь, меня зовут Цыкунов Игорь Викторович. С текстами я работаю, сказал бы, всю жизнь. У меня два образования. Я закончил факультет журналистики МГУ и факультет иностранных языков МППГУ, факультет иностранных языков в части лингвистики. Моя специализация лингвистика. И занимаюсь я русистикой, русским языком, в разных его, разнообразных его проявлениях. Лет 20 я занимался журналистикой. Работаю с разнообразными благотворительными организациями. Также являюсь председателем номинации благотворительность в национальной премии по развитию связи с общественностью «Серебряный лучник». Мы создали эту премию для того, чтобы помочь благотворительным организациям предъявлять себе миру, рассказывать о себе, показывать, какие проекты они делают по этой теме и что они реализуют. То есть у меня тематика язык и благотворительность. Сейчас мы с вами обсудим, каким образом нужно работать с текстом, что нужно учитывать, что важно не делать и что важно делать при этом. Начнем, наверное, совсем азов, потому что язык может быть очень разнообразным. Вот, например, сейчас у вас на экранах светится знаменитая фраза лингвиста Наума Хомского «Бесцветные зеленые идеи яростно спят». Это пример того, как текст может быть абсолютно выверенным, абсолютно грамотным с точки зрения лингвистики, но при этом не нести никакого смысла. Затем этот текст написан абсолютно правильно, но смысла он не несет. Иногда это напоминает о том, как мы делаем какие-то тексты в такой стилистике Наума Хомского, потому что мы их пишем. Но смысла они могут не нести, хотя и слова в них правильные, и правильно вроде бы написано. Но, тем не менее, этот текст бесцветен, он никоим образом не влияет на того человека или на тех людей, кому посвящен. Но могут быть и другие с этим связанные неожиданности язык нам преподносят, когда текст может быть вроде бы абсолютно бессмысленным, но при этом нести смысл. Вот это вот фраза «Глокая куздра штека бодланул бокра и курдячит бокрёнка». Все слова в этом предложении, они вроде бы смысла не имеют. Но, тем не менее, мы можем подозревать, что за этой фразой какой-то смысл есть. На этом слайде даже есть картинка. Художник изобразил, как «Глокая куздра штека бодланула бокра и курдячит бокрёнка». То есть, поэтому даже иногда текст, который нам кажется несовершенным, который, может быть, даже неграмотно написан и странно будан, может оказать, иметь глубокий смысл и воздействовать на людей, производить какие-то изменения. Поэтому при подготовке текстов нужно понимать, что правильность важна, но далеко не она определяет то, как текст действует. И здесь также в продолжении темы замечательная история Людмилы Петрушевской, которая писала лингвистические сказочки. Вот это вот такая лингвистическая сказочка «Пусть кибяты». «Сяпала калуша с калушатами по напушке, и увазила бутявку и волит. Калушата калушаточки, бутявка калушата присяпала, и бутявку стрямкали». Ну и дальше, в общем, у вас это на экране, вы можете прочитать. Это тоже пример того, как из слов, которых не найдете ни в одном орфографическом, толковом словаре, можно создать текст, который будет, в общем, вполне читаемым, воспринимаемым. Его с восторгом читают дети. Это превращается в такую вот игру. Это немного лингвистическая игра. Тем не менее, говорит о том, что даже текст, который состоит из слов нам непонятных, может для многих нести свой смысл. И канонический такой лингвистический пример. Из известного произведения Львуса Карала воркалось. Хлявки и шарки пырались по нове, их выкатали из люки, как мамзики в мове. И тоже абсолютно тот же самый эффект. Мы не знаем, кто такие хлифкие шарьки, как они воркаются. Но, тем не менее, у нас в голове возникает какой-то образ. Причем образ нередко поэтический. И что важно знать? Знать следующий момент. Знать цель текста. Это очень важный момент, потому что с этого мы начинаем. Что значит цель? Прежде чем мы беремся какой-либо текст писать, мы должны четко понимать, от чего в результате мы желаем достигнуть. Любой текст имеет свою цель. Мы не можем бессмысленно писать. Даже то, что человек пишет какую-то записку или ведет дневник, он на что-то рассчитывает. Что это где-то будет опубликовано, что это где-то будет воспринято, что какой-то человек это прочтет и сделает какие-то выводы. И текст очень... В общем-то, любой текст можно оценить именно по той цели, которую мы перед ним ставим. Есть совершенно красивые и замечательные тексты, но которые свои цели не достигают. Есть совершенно ужасные тексты, которые, казалось бы, непонятно, какой ногой писал человек, но тем не менее, которые оказываются убедительными. И они воздействуют на тех, кто эти тексты прочитал. Поэтому, в общем-то, первое, что нужно держать в голове, когда вы начинаете, когда вы садитесь за текст, это четкое понимание, а зачем вы его пишете. Ну, казалось бы, что такое общее место. Все, когда садятся писать текст, его пишут для чего-то. Ну, я бы вас приориентировал немножко по-другому. Не просто текст для того, чтобы прочел Василий Иванович. Не просто текст для того, чтобы ваша община узнала какую-то информацию. Не просто текст для того, а что должно произойти в тот момент, когда люди это прочитают. Что они должны сказать, сделать, понять, почувствовать, прочитав этот текст. То есть, в данном случае мы думаем о том, как этот текст воздействует, прежде всего, на сознание человека. Что будет не просто утилитарная цель. Люди прочли и были проинформированы. А здесь, каким образом он повлияет на них, что они после этого сделают. Потому что, если вы рассчитываете вызвать, дать людям информацию, чтобы они были проинформированы, это один вид текста. Если вы рассчитываете эмоционально вовлечь человека, это другой вид текста. Если вы хотите убедить, это тоже разное убедить. Они строятся все по совершенно разным моделям. По-другому структурируются. Используется разнообразная лексика. Например, если вы желаете кого-либо убедить, написать убедительный текст, то давно уже было выяснено, что для людей с невысоким уровнем образования убедительным бывают авторитетные заявления. Авторитетные заявления сделаны в общем, в убедительном, четком тоне. Но если вы этот текст будете ориентировать на людей с образованием, на интеллигенцию, то он у них вызовет немножко не ту реакцию, потому что им покажется, что им что-то навязывает. И с этой точки зрения, если вы хотите убедить людей этого склада, важно, чтобы этот текст содержал разные точки зрения, их анализ, и в котором бы вы, с разных сторон проанализировав, уже увлекали человека в то, что собирались вовлечь. То есть это разная структура текста. В одном случае это авторитетное заявление, а в другом такое размышление, в конце которого вы предлагаете человеку к вам присоединиться. Есть и второй момент, о котором мы с вами поговорим, чуть позже, это связанный с аудиторией. Но сейчас пока мы говорим о цели, потому что цель, мне кажется, здесь является ключевым моментом. Вот очень важно эту цель держать в голове от самого начала до самого конца. От того, как вы только сели, положили перед собой белый лист, открыли файл на компьютере, и до того момента, когда вы редактируете и нажимаете кнопку «Сент» на отправление этого письма, потому что этот момент должен быть присутствовать в голове. Потому что самый главный принцип написания грамотного воздействующего текста – это ничего не должно быть лишнего. Все, что в этом тексте есть, должно быть подчинено этой вашей главной цели. Должно быть подчинено тому воздействию, которое вы хотите произвести. Поэтому вот это корень всего, это ось, вокруг которого вращается вся ваша подготовка. Поэтому задавайте себе вопрос, что люди должны сделать, что люди должны почувствовать, что люди должны узнать и в чем убедиться, когда прочтут ваш текст. Второй момент – это важно. Надо знать задачи текста. Какие задачи есть? Задачи – информировать, вы можете информировать, вы можете убедить, развлечь и привлечь. В коммуникативистике есть одно из таких направлений, или прагматической лингвистики. Эти задачи очень четко структурированы, собственно, они здесь и написаны. Любой текст выполняет какую-либо из этих четырех задач и все. Других текстов не существует. Вы либо информируете, а вы либо пытаетесь кого-либо в чем-то убедить, привлечь, чтобы подвинуть к некому действию, и развлечь. Все эти функции очень важны. Но если вы определили помимо цели себе и задачу какую-то определенную, то и средства, которые вы подбираете, лингвистические, должны этим задачам соответствовать. Потому что если мы с вами информируем, то это такие достаточно короткие, спокойные, лапидарные информационные тексты. Если убеждаете, то вот здесь уже могут вовлекаться и эмоции, и яркие факты, и какие-то, может быть, немножко провокативные вещи, и анализ. Привлечь, приступить к действию, так сказать, вы приводите человека к некому посылу. Сделай это, чтобы он сделал то, что вы предлагаете. Если, допустим, это, например, какой-то фанрайзинговый текст, который вы пишете, и вашей задачей является получение ресурсов, каких-то средств, каких-то возможностей, то это вот, да, текст ориентированный на то, чтобы привлечь. Это как бы ваше предложение, которое заканчивается, в общем-то, четким посылом. Придите, заплатите, помогите тем-то, тем-то и тем-то. И того, что было перед этим предложением, что человек сделает, зависит, что было до этого предложения в тексте обозначено. Третий пункт при подготовке текста, который важно знать, очень важно знать контекст. В каком контексте этот текст будет воспроизводиться. Мы часто не задаемся этим вопросом, мы просто не задумываемся. С одной стороны, вроде бы он очевидный, мы, ну да, написали письмо, человек придет на его компьютер, он его прочтет. А дальше что с ним будет происходить? Он его распечатает, покажет другим, либо этот текст может быть использован для того, чтобы из этого сделать плакат, или этот текст может войти в книжку, или этот текст может раздаваться на мероприятии, или этот текст будут зачитывать в каком-то месте, и все вот эти вот контекст здесь очень часто налагает свои какие-то определенные правила при подготовке текста. Ну, например, вы наверняка знаете, что текст, который пишется для телевидения, для радио, он заметно отличается от того текста, который пишется для каких-то печатных, электронных изданий, потому что это специально выверенный текст, он упрощенный текст, он выверен по таймингу, каким образом он произносится, там убраны сложные конструкции, сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, потому что человек должен быть ясен и четок в изложении тех вещей, которых он говорит, поэтому текст делается немножко по другой модели, вот, и на это влияет контекст, если мы с вами будем одинаково писать текст для разных контекстов, то где-то он точно будет хромать и проваливаться, что-то будет происходить неправильное, какие-то вещи, которые мы с вами можем сказать шепотом, совершенно невозможно говорить во всеуслышании, это тоже контекст, я бы сказал, что когда меня спрашивают, какой текст хороший или какой текст плохой, я всегда задаю три вопроса, чтобы понимать хорошую или плохую, я не могу сказать, прочитав текст сразу, хорошую или плохую, потому что нужно ответить на три вопроса, первый вопрос, какая цель была у человека, который этот текст писал, что он рассчитывал произвести, второй вопрос, для кого он этот текст писал, и третий вопрос, это контекст, где он должен был быть произнесен, показан, прочитан, в какой обстановке, в какой ситуации, и здесь очень часто возникает очень интересный момент, который мы не учитываем, те из вас, кто ездит много на машине, наверное, обращали внимание, что вдоль дороги стоят рекламные плакаты, и какие-то люди, которые сложно назвать профессионалами, например, в этих плакатах пишут большие тексты, то есть за то время, пока вы едете на машине, этот текст прочитать невозможно, только если вы не сломаетесь и не застрянете, или не будете стоять в пробке рядом с этой рекламой, ну и кроме того, будет отвлечено ваше внимание, и повышаться некая аварийная поэтому собственно люди на эти тексты не смотрят и даже пассажиры, не только водитель, который едет, он эти длинные тексты не смотрит, поэтому условия, при котором тексты размещаются рядом с дорогой очень простые, они должны быть простыми, четкими, яркими, понятными, буквально одна фраза, одно предложение, если вы публично выступаете на массовую аудиторию, понятно, что массовая аудитория с трудом воспринимает сложные идеи и не понимает их, и это несколько лозунгов, которые, несколько идей просто изложенных, которые просто должны в разных вариативных моментах повторяться и подаваться, так же, как и в текстах, потому что, опять же, очень важно понимать следующие аудитории, важно понимать, каком шрифтом должен быть этот текст набран, мы говорим о том, чтобы текст воздействовал, это не только характеристики лингвистические, но и характеристики, которые нас называют паралингвистическими, этими характеристиками может быть шрифт, например, и размер этого шрифта. Проводились исследования на эту тему, и, например, выяснилось, что одним шрифтом лучше писать извинения, а другим шрифтом лучше писать заявления, а третий шрифт лучше подходит для объяснения каких-то важных смысловых и интимных подробностей. Шрифт влияет на восприятие текста, так же, как его размер, потому что, если вы ориентируетесь на пожилых людей, это, знаете, самая большая проблема в аптеках, фармацевтические компании очень много информации пытаются упаковать в свои лекарства, и пожилой человек в совершенно не состоянии этой информации при этом воспользоваться, потому что он их не прочитает. Это очень важно, поэтому в очень многих аптеках или тех местах, где пожилой человек контактирует с текстом, заботливые люди, понимающие этот момент, например, оставляет лупу, чтобы у него очень трудно воздействовать на производителя, у них есть свои сложности, ограничения, но если есть лупу, то пожилой человек может ее взять, рассмотреть и как-то уже более-менее понимать, с чем он имеет дело. А лекарство, это вещь, как вы понимаете, достаточно опасная, можно не то выбрать, не так понять. Если вы пишете текст руководителю, который уже в возрасте, то, наверное, лучше выбрать кегль 14, а, допустим, не 12, уж точно не кегль 10 писать ему эти письма. Официальные письма, которые пишут чиновники, как правило, написаны либо 12, либо 14 кеглем. Как бы и 14, как правило, пишут тем руководителям, которые уже, так сказать, есть некоторые проблемы со зрением. Ну, то есть, даже эти моменты при написании текста важно учитывать, потому что задает, как текст живет в контексте, как он себя предконтекст, может как помешать тексту проявить себя, так и, наоборот, усилить его воздействие. Поэтому, всякий раз думайте, вот этот вот текст, что вы написали, вы написали листовочку какую-то для людей с какой-то важной информацией, вы очень четко понимаете все до момента, где этот листочек лежит. Вот, когда человек заходит, лежит ли он в том месте, где он заметен, его можно взять. Знает ли о том, что его можно взять, это как бы текст, который там не продается, или что он рассчитан, предназначен для распространения. Если он может взять, то в каких условиях он будет печатать. Например, сейчас многие искусствоведы говорят о том, что мы очень плохо понимаем средневековое искусство, воспринимаем не так, как его воспринимали раньше. Ровно потому, что большинство средневековых церковных интерьеров или каких-то других экспонировали ситуации недостатка света, когда света было немного. Они воспринимались совершенно по-другому, они писались художниками как раз с пониманием этого обстоятельства. А сейчас, когда это ярко освещенное изображение, то мы их уже видим не такими, как видели когда-то и, может быть, поэтому теряем какой-то смысл, какие-то нюансы в их восприятии. Это глубинное понимание как раз того важности этих вещей. Если человек получил ее в сложенном виде, как текст живет до момента, когда его утилизируют, что текст живет своей жизнью. Он попал в человек, он его прочитал, воспринял, вплоть до момента, когда он его выбросит. Если вы про себя продумаете все эти этапы жизненные этого текста, как он дойдет, как он будет использоваться, то это сильно вам поможет в его правильном форматировании, в его подготовке. Это, казалось бы, все детали, но вот эти все детали, они вместе, в совокупности оказывают воздействие. Аудитория. Знать, кому предназначен текст. Я уже частично сказал, что есть очень важные параметры, которые влияют на его восприятие. Конечно, это прежде всего образование человека, его профессия. Один и тот же вы с вами придем в какое-то место, где будет праздник, и спросим потом людей, что они на этом празднике видели, и тот человек, который был милиционером, скажет, а мне кажется, вот у этого человека было оружие, может быть, он криминальный авторитет. Другой человек скажет, а вот я видел совершенно прекрасное платье на двух женщинах, которые были поразительны. А третий человек скажет, вы знаете, тут был такой интересный танец, я так этим увлекся, какие движения, какая пластика была у тех, кто это представляет. И каждый раз, каждому человеку, с которым мы с вами поговорим, вам расскажет одну из версий этого праздника, и вы просто поразитесь, насколько эти люди совершенно по-другому, чем вы их воспринимаете. Но в том, что они вам расскажут, будет на самом деле очень показательная их реакция. Они расскажут в том числе о себе, кто они. Мы обращаем внимание только на то, что важно для нас. Человек, который обращает внимание на какие-то правильные, позитивные истории, он сам по себе позитивно настроен. А если человек вроде бы демонстрирует свою позитивность, но при этом рассказывает очень негативные вещи, это свидетельство о том, что да, вот он такие стороны есть у него, он на них ориентируется, он подсказывает о том, какой он сам, какие черты в нем присутствуют. Поэтому вы всегда думайте, кто прочтет ваш текст. Один текст можно писать своему сообществу с которым один, например, текст написанный прихожаном или текст написанный чиновнику, я думаю, будет очень сильно различаться, потому что по совершенно очевидным причинам. У них другой язык, другое восприятие. Чиновники привыкли к текстам, которые написаны канцеляритом, специфическим языком. Лингвисты его не очень любят, но тем не менее он существует. Это такое ответвление делового стиля. Хотя иногда есть и красивый деловой стиль, не замусоренный всякими непонятными сочетаниями, потому что искусство написания письма чиновникам это важное искусство. И там бюрократ, когда приходит чиновник в свою структуру, он этому искусству учится. И нам с вами тоже важно знать, потому что мы в той или иной степени взаимодействуем с властью, мы просим какое-либо разрешение у нее, мы просим какие-то ресурсы, нам важны ее участие в каких-то мероприятиях, которые мы проводим. И вот этот момент, на него надо обратить внимание, надо понимать вот эту аудиторную вещь. Нельзя один и тот же текст присылать бабушке и отправить чиновнику. Бабушка может не понять, что в этом тексте, а чиновник обидится. Для чиновников иногда важны такие вещи, которые для нас мы даже не понимаем, что они могут быть важными. Ну, например, чиновник, название ведомства и его управление. Вы обратили внимание, что чиновники в этом смысле не пользуются русским языком. Они пишут генеральный директор с большой буквы, они пишут председатель с большой буквы. В большинстве случаев это как бы стосрочное. А как бы используется название ведомства. Человеку важно написать департамент с большой буквы, Хотя в большинстве случаев он пишется как часть общего с маленькой. Но, когда вы пишете письмо чиновнику, вы должны эти нюансы учитывать. Да, вы отходите от правил и норм русского языка, но вы соответствует правилам и норм официального взаимодействия чиновников. Поэтому лучше смотреть, как они сами называют свои организации и свои ведомства. И тогда не будет обиды. Чиновник может обидеться. Я на одном из выступлений одного человека назвал, например, гендиректором, а не президентом фонда. И, вы знаете, человек высказался потом, для него это была большая обида. Хотя для тех людей, которые слушали, в общем, разница была невелика. Да, но все понимали, что он руководитель, что он занимается. Для кого-то значимый президент он или гендиректор. Для чиновника важно, как его назвать, как его должность произнесена, как это подано. Очень при подготовке писем, когда вы ориентируете на чиновников, важна ясность и точность, немногословность. Чем выше уровень руководителя, тем короче должно быть письмо. и это большая работа иногда. Я помню, как с одним руководителем благотворительного фонда писал письмо на имя президента. И мы этим занимались практически две недели каждый день. Сначала это был текст страниц на восемь, потом на пять, потом на четыре, на три, потом на два. Остались две страницы. Хотя для президента это невероятно длинный текст, но там об очень важном шла речь. Все равно это то, что было выяснено. Там было выверено каждое слово, каждое слово, каждый нюанс, каждое понимание, каждое значение. Все в этом было отмечено. Поэтому и это письмо сработало. Оно и дошло до президента и он реагировал таким образом, которым хотелось. То есть была цель, была задача, мы понимали, каким образом она дойдет. Были выбраны лексические средства, там был деловой язык, но с минимум канцелярита. И при этом текст свою роль сыграл. Вы учитывайте, если вы проблем многих общественных организаций, помогающих всяких структур, заключается в том, что они не могут кратко и логично четко выразить суть того, что им надо. Либо это некая песня о том, что все мы несчастные, бедные, нам надо помочь, без конкретики. Письмо любому руководителю, чиновнику, государственному, должно содержать конкретику, вы должны четко написать, что вам и когда нужно. Причем без всяких икивоков. Потому человек на этом письме, в котором есть некая неопределенность, он пишется разобраться резолюцию, и она выходит сотрудникам, которые непонятно, что с этим сделают. В письме, где дана очень четко описание, что нам необходимо то-то, то-то и то-то, тогда-то, тогда-то и тогда-то, он может в большинстве случаев ставить резолюцию, утвердить, внимание, предоставить. Потому что в нем четко все указано. А очень многие, не понимая до конца, что можно взять, не понимая, каким образом начинают в сторону вот такой, некие эмоции описали, но при этом, что им нужно, они не написали. И это то письмо, которое уйдет в мусорную корзину при всем сочувствии человека к вам. Он просто не знает, чем вам помочь, вы этого знаете, а он нет. То есть, наверное, вам нужно подумать раньше и дать такую возможность и это в тексте зафиксировать. Видите, мы с вами уже сколько времени говорим, все не про то, как писать, а все про то, что вокруг, но тем не менее, это очень важно, что вокруг. Те вещи, которые люди часто не учитывают, а именно они оказываются значимыми. Поэтому как бы это особый жанр, как бы это особое понимание, когда готовите какие-либо письма, какое-либо письмо, оно должно быть в формате, которое принято этим ведомствам. В каждом ведомстве есть свой, кстати говоря, кондуит, в котором расписано, где, что, в каких местах письме должно находиться. Это стандарты. Он должен быть написан по стандарту. Текст, который там есть, должен быть написан ясным деловым языком, он должен быть, по возможности, кратким, он должен содержать все соответствующие элементы обращения и так далее. И он должен быть подписан. По моде чиновничьей все пишется на компьютере, не тем не менее, подпись ставится живая. Вы не представляете, насколько может обидеться чиновник, если не увидит живые подписи или фоксимилия, которая там будет обозначена, для него будет знак неуважения. Мало того, еще фраза с уважением пишется от руки, которая показывает, что человек вот лично приложил свою руку. Есть нюансы, восприятие в подаче каждого текста, так же, как текст написан для журналистов, пресс-релиз, он должен быть тоже написан деловым языком, четко, лапидарно, с изложением фактов, с некой подачей. А вот текст, который вы написали для тех людей, которым помогаете, или для тех, кого вы хотите привлечь, он, в общем-то, должен быть эмоциональным. Вообще, это очень важная часть, текст воздействует, когда он эмоционален. У нас именно эмоции, прежде всего, воздействие происходит через эмоции. Простой лапидарный текст нужен тогда, когда он содержит информацию. Но если, как только мы с вами собрались, и какие-то, он может воздействовать, если там изложены какие-то поражающие воображения факты. Поражающие воображения факты лучше излагать лапидарно, без эмоционального. В то время, если вы хотите создать некий праздник, привлечь людей к какой-то акции, создавайте эмоции. Ничто иное не воздействует на людей, это эмоции. Но, в этом случае, если вы обращаетесь к бабушке, к простым людям, в этом тексте не должны быть чиновничьих оборотов. В этом тексте ни в коем случае не должен быть канцелярит. в этом тексте не должны быть какие-то, так сказать, вещи, которые у людей вызывают отторжение, или непонятные слова. Очень важно в этом случае, и прежде всего, как бы, для вашей темы, понимайте, что к вам изначально есть какое-то отношение. Если обычный человек куда-то пишет текст, то он никому не известен, непонятен, его личность, в общем, не особо влияет на того, кто это прочтет. Но вы представляете организации, как бы, так сказать, и за этими организациями стоит определенный авторитет. И то, что вы уже написали письмо, будет уже по-другому воспринято. Один и тот же текст, написанный разными адресатами, будет совершенно по-другому восприниматься. И были целые исследования, когда брали один и тот же текст и просто по-разному подписывали. И текст, подписанный, так сказать, шахтер Вася Петров, и текст, потом подписанный генеральный директор Сидоров, и текст, подписанный всякими разными такими важными чиновнищами и прочими вещами. И всякий раз этот текст воспринимался как нечто разное, хотя текст был один и тот же, менялся только адресат, менялась только подпись, но тем не менее, это тоже, даже когда вы пишете для кого-то, выбираете текст, вы выбираете, как его подписать, потому что для чиновника важно, кто подписал текст, для людей тоже важно, кто подписал текст, поэтому в организации много есть должностей и уровней и прочих всяких вещей, очень важно, этот момент учитывайте, понимайте, что вас будут по нему воспринимать так же. Вот мы с вами так четыре важных момента, мне кажется, проработали и выяснили. Потом следующий момент выбрать жанр. И как бы здесь эти жанры есть, ну, например, для журналистики эти жанры, если вы пишете для средств массовой информации, вот они как бы просты, есть репортаж, это то, что идет описание событий от первого лица, есть портрет, это некое художественное поданное описание, вот, есть интервью, когда вы с человеком разговариваете, это некий разговор, который подается в тексте, есть новости, там, краткое или развернутое сообщение, вот, может быть, аналитическая статья, ну, в принципе, все вращается вот в таких жанрах, там, в деловой какой-то практике, там, есть письмо, есть отчет, есть рекомендательная, там, записка, есть прочее, есть это тоже некий подвид жанров, который нужно понимать, как ты выбираешь, вот, а дальше, вот, сейчас у меня вопрос появляется, подскажите, пожалуйста, существует ли универсальный стиль изложения, подходящий для всех, если есть, то как называется, как у вас будет, спасибо, знаете, у меня, наверное, будет простой на этот, я немножко ваш вопрос по-другому сформулирую, я просто объект заменю, скажите, а есть ли одинаковая одежда для всех, которая подойдет и ребенку, и взрослому, и молодому, и старому, которая на всех будет хорошо и правильно сидеть, мне кажется, вот сюда подходит, нет, нет универсального стиля, каждый раз стиль выбирается в соответствии с вашей целью, с жанром, который вы выбрали, с вашими задачами, с той аудиторией, на которую вы направляете, в этом сложность написания текстов, в том, что те, кто пишет тексты для всех, он проигрывает, все тексты, написанные для всех, это текст ни о чем, тексты, написанные просто для всех, это вот одежка, которую мы предлагаем одного размера, а мы с вами говорим не совсем об этом, мы говорим о тексте, который воздействует, то есть он влиять, мы как бы, не просто, а чтобы он влиял на людей, ну, собственно, и есть задача любого текста, у меня, как у лингвиста, отношение к тексту очень такое трепетное, если я читаю тексты, которые плохо написаны, там, не отредактированы, я чувствую физические ощущения, заболеваю, для меня это, как бы, это ужасно, вот, это, ну, это как человек, который, наверное, с музыкальным, у меня нет музыкального слуха, но тот с музыкальным слухом слушает некие песнопения, которые мне вызывают дороже, вот у меня такие тексты вызывают, и, как бы, это вот, это вот, на самом деле, то же самое, это такая музыка, тоже музыка своего рода, и там тоже нужно чувство, чувство стиля, это во многом таланта, есть люди, которым обладают от природы, а есть люди, которые этому учатся, это можно научиться, вот, просто подберите тот стиль, который соответствует тем людям, ну, вот, как бы, есть стили, функциональные стили, в лингвистике, вот, это, как бы, научный, деловой, художественный, публицистический, вот, и для людей науки мы пишем одним языком, но если мы этот язык ориентируем для массовой аудитории его не поймут, он тичий язык, есть деловой текст, но деловой текст прекрасен для официоза, для чиновников, они на нем взаимодействуют, для них понятна информация, которая изложена, вот, но для людей обычных он кажется отдаленным, он не греет, в нем нет личности человека, нет какого-то отношения, вот, потому что, ну, вот художественный, публицистический стиль такую возможность дают, потому что вы с помощью художественных детей вызываете эмоции, вы вовлекаете человека, вы обращаетесь к нему по-другому, и даже официозные представители, так сказать, те люди, которые общались новоязом, совершенно ужасным, так сказать, отвратительным партийным языком, вот, в ситуации, когда происходит горе, как начало войны, и вдруг обращение сестры и братья, почему? Потому что только это могло воздействовать, только за этим есть эмоции и, как бы, отношения, которые идут к корням, да, и этот текст тоже повлиял, мы знаем, как бы, вы знаете, о чем я говорю, поэтому, вот, как бы, очень важно, очень важно подобрать стиль, потому что очень часто у нас общих различий нет, есть различия стилистические, нам человек за счет стиля не может нравиться и не нравиться, у кого-то стиль доброжелательный, а у кого-то отстраненный, это не хорошо, не плохо, просто в одних обстоятельствах хорошо, когда есть отстраненность, а в других очень важно некая близость с человеком, некое движение, некая душевность, и эта душевность тоже может быть выражена в тексте, есть люди, которые пишут очень душевные тексты, ты читаешь и как будто с тобой действительно говорят, и такие тексты важны, когда очень важно с людьми побеседовать условно по душам, когда идет некий эмоциональный обмен, и они самые сильные, самые сильные тексты и самый лучший текст, который написан по душам, опять же, контекстом может быть где мы, в каком канале размещаем, одни тексты пишут журналисты, это совершенно определенный стиль, публицистический, но если ту же самую информацию мы излагаем в интернете, например, и пишем в блогах, то журналистский стиль не подходит, там подходит более личностный, вот вы, вот этот журналистский стиль, он отскакивает тут же, и люди, казалось бы, которые вот до этого были такие деловые, грамотные, включенные, вот, они, не совсем вопрос, есть ответ чиновника заведомо проигрышный, нет, в смысле, ответ чиновник, когда чиновник говорит, он не проигрышный, он просто, ну, подходит для тех обстоятельств, для той среды, в которой чиновник действует, чиновнику легко найти язык с другим чиновником, общаясь с чиновником, лучше подстроиться под его язык, ему понятный, тогда проще будет до него донести информацию, которая вас беспокоит, которая вам нужна, тогда проще будет добиться какого-то решения с его стороны, очень часто препятствием является язык и то, как человек себя представляет, потому что очень известная история была, как один известный индийский астрофизик сделал астрономическое открытие в одной из конференций в Британии, сделал об этом заявление, но выступал в национальной индийской одежде, и оказалось, что, как бы, аудитория его не восприняла, она не восприняла его слова авторитетными, и когда в следующем году тот же самый ученый на той же самой конференции, но в костюме и, соответственно, еще в другом виде сделал тот же самый доклад, он получил совершенно другую реакцию, ну, Боже, это открытие, почему вот этот человек, вот каких интересных вещей он достиг, но до того они смотрели на его халаты и челму, а не на какие-то другие, не о том, что он говорит, вот тут очень важно убрать во взаимодействии вещи, которые мешают, поэтому нужно и выбрать стиль, и очень важно выбрать тон, потому что, ну, у меня есть описание тона, он может быть сухой, когда мы кому-то в чем-то отказывали и обсуждаем деловые вещи, он может быть романтичный, вот, он может быть трагичный, оптимистичный, отстраненный, это все виды, которые должны как-то резонировать с настроением человека, ведь своим текстом вы должны ввести человека в то настроение, в котором вы хотите, чтобы он воспринял вас лучшим образом, если вы, допустим, для массовой аудитории просите некого участия, то, наверное, не надо писать официальным тоном, нужно выбрать тон душевный, или просто взять и рассказать о человеке, которому вы хотите, чтобы ему помогли, рассказать его судьбу, показать его крупным планом, когда людей вокруг очень много, когда помогать нужно всем, у человека внимание рассеется, вроде не надо помогать никому, но когда вы вдруг из этой толпы выделяете кого-то одного или двух с трагической судьбой, с какими-то сложными нюансами, и просто их описываете, и тогда вот это срабатывает эффект увеличительного стекла, уже видит этих людей, уже понимает, кому надо помочь, как можно в это вовлечься, и вот героя, которые мы выбираем для своего сообщения, иногда тоже важно, если это сообщение фандрайзинговое, если мы собираем какие-то средства, то это надо делать не рассказы, а вообще о том, что вот есть такие люди, а вот как бы это, тем более, когда этот рассказ идет, и это очень сложно аудиторно для людей, которые аудитории не вызывают симпатию, люди с наркотическими всякими связанными моментами, с алкоголизмом, они ведь на самом деле что им помогать, ну вот у людей есть такой массовый стереотип, но вот эти вещи преодолеваются как раз тем самым, что мы выделяем эту личность, показываем, что мы тоже можем оказаться жертвой трагических обстоятельств, очень часто, как бы сейчас статистика показывает, что помогают нуждающимся, преимущественно либо богатые люди, либо очень бедные, а менее всего помогает средний класс, казалось бы, вот это должна быть база, среднему классу это и нужно помогать, но есть одна причина, потому что средний класс имеет одно интересное убеждение, потому что средний класс считает, что человек достигает того, чем человек достигает того, в чем он сам участвует, я смог, я достиг, а вот кто-то не проявил настойчивости, воли и не смог достигнуть, поэтому это он проиграл, это слабо, что я ему буду помогать, если он мог быть, вот такое убеждение, как бы это мешает, а понимать, что бывают обстоятельства выше людей, а понимать, что люди разные, а понимать, что изначальные условия могут быть неравны, экономических, и прочих, поэтому средний класс вот есть такой момент связанный с черствостью, его нужно расшевелить, разбудить, ему нужно дать эмоцию и показать, а может быть, вторым планом продвигая идею, а если бы в этих обстоятельствах оказался ты, это не надо писать тексты, но просто есть очень часто обстоятельства, когда вроде состоятельные, замечательные люди, которые много о себе думают, но вдруг попадают в катастрофические совершенно какие-то моменты, с которыми они не могут справиться, поэтому вот это и есть. Как бы сейчас еще вопрос есть, но я как бы по стилистике, поэтому очень часто выбирайте стиль, он должен быть выверен и выбирайте с тон, тон должен соответствовать ситуации. Игорь Юрьевич, подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к заимствованным словам из других языков, насколько правильно используете в текстах, в речи, спасибо, но языки взаимно опыляются. Это совершенно нормальная практика, когда есть заимственные слова. В конце концов, вспомним, на каком языке была написана Библия, как она переводилась, и сколько слов из древнегреческого, латинского языка было нами воспринято, и сейчас эти слова воспринимаются как совершенно естественное явление. То, что сейчас очень много англицизма, ну да, английский стал языком глобальным, всеобщим языком, поэтому англицизм и проникает. Но ничего страшного, язык, как правило, всегда справляется с этим. Это слово либо адаптируется, приобретает формы, связанные с особенностями русского языка, и начинает использоваться еще много таких слов, я не знаю, процентов 40-50 слов, которые у нас есть в языке, когда-то где-то откуда-то были заимствованы. Мы сейчас их так не воспринимаем, потому что они уже, так сказать, давно вошли в кровь и плоть языка. А те, что сейчас приходят, да, очень много слов, как пена. Вот они пришли, люди общаются, это модная история, но они так же и уходят, и, как правило, эта катастрофа не составляет. Но вы должны эти слова понимать, и воспринимать, если вы общаетесь с аудиторией, для которых они важны. Потому что, если вы общаетесь архаичным языком с молодежью, то и реакцию, которую вы получите в ответ, будет такая специфическая. Но при этом и не заигрывать, просто понимать их слова, адекватно воспринимать. Какие-то в некоторых отдельных вещах, там слово хайп, например. Я видел священников, которые это слово произносят на молодежную аудиторию, и при этом, так сказать, хорошо реагируют. И они в этом случае не теряют ничего. А есть какие-то слова, которые, наверное, не стоят. Во всяком случае, лично я стараюсь использовать эквиваленты, замены. Если есть русский нормально к этому слову, и оно не архаично, то я его использую. Но сказать, что это какая-то катастрофа, я не говорю. Но тем не менее, если вы обращаетесь к молодежной аудитории, вы должны понимать их язык, должны понимать, что они говорят, и в том числе новомодные словечки, которые появляются. Если вы их используете, это некий элемент доверия к вам будут лучше относиться. Но при этом не надо усердствовать. Здесь баланс очень важен. Дальше текст важен своей структурой. Есть разные структуры текста, но тем не менее, как мы его излагаем. Сначала основное, потом какие-то детали. Журналистские тексты строятся по принципу пирамиды. Когда самое главное идет в начале, а дальше не менее существенные детали идут в конце. Получается перевернутая пирамида. И связано это с простой технологией, что скорость работы большая, текст написан, и когда нужно его резко укоротить, просто отрезает хвост в какой-то момент. И незначимые детали пропадают, а значимые всегда остаются. Я думаю, что очень важно сейчас для сообщений, которые мы готовим для интернета, делать так же. Делать так же. Потому что мы сначала говорим основное, а потом в каких-то деталях работаем. Но есть ли какие-то хитрые приемы, когда используется принцип метафоры. Если у вас какая-то скучная информация, вы можете параллельно рассказывать интересную историю. Вот такой прием, который в риторике используется, когда вы говорите, узнать, я встретил человека, он мне рассказал поразительную историю. Вы рассказываете начало истории, потом обрываете ее, рассказываете эту информацию, которая вроде бы скучная, потом снова возвращаетесь к этой истории. И вот такое переплетение дает тот эффект интереса, который влияет на восприятие, казалось бы, скучного. Тут вопрос есть от Иерея Юрия Снесарева из Екатеринбурга. Можно ли допустим или употребление жирорганизмов? Всегда, мне кажется, нужно задавать вопрос допустимых где и для чего. Жирорганизмы, ну, есть профессиональные жирорганизмы, люди там на них разговаривают. И это если ты находишься в профессиональной среде, ты говоришь компас, не рудник, а рудник. И так далее, и так далее. Много каких-то вещей, профессионализмов есть, которые тоже к этому можно отнести. Есть жаргонные слова, которые, которые, наверное, в общем-то, ну, с точки зрения лингвиста и филолога нет запретных слов надо под этим понимать. Но с вашей профессиональной точки зрения, с ситуацией вашего общения с людьми эти ограничения накладывают. В особенности эти ограничения как бы есть, если вы являетесь представителем церкви, у людей есть об этом представление какое-то, я думаю, что какие-то слишком жаргонные речи и слова, наверное, так сказать, будут восприняты неадекватно в вашей социальной роли. А вот, например, так сказать, но при этом не стоит налегать и на архаизмы. Архаизмы тоже воспринимаются как нечто такое. То есть надо сбалансированно своей речи смотреть, выделяя какие-то слова. Отказаться от жаргонизмов невозможно, они как бы появляются, насыщают язык. Это часто даже и развивает его. Организм это такой, знаете, способ стряхнуть язык, посмотреть, как это массовое сознание таким образом проверяет, как это будет работать. Если получится за это слово, не получится, это такой творческий процесс во многом. Многие вещи, которые были жаргонными, сейчас являются нормой. А некоторые слова, которые раньше, вспомним, например, произведение Протопопа Вакума, те слова, которые там употребляются, нынешним читателям будут восприниматься как матерные, недопустимые, там, сцены, лексика. А тогда эти слова были совершенно естественные и никто их не воспринимал. Это такая особенность языка. И здесь вот этот момент важен. Поэтому текст должен четко быть структурирован и текст должен хорошо пониматься. Очень важно текст проверять, проверять на восприятие, не только, как он написан по грамотности своей. Это тоже очень важно, писать грамотные тексты, потому что очень часто, если я вижу безграмотный текст, или кто-то видит безграмотный текст, у меня есть недоверие к человеку, который пишет. Поэтому, если у вас есть возможность, привлекайте людей, которые этим профессионально занимаются, корректором, чтобы они тексты вычитывали. Это на порядок улучшает, недоверие вызывает. Потому что, если вроде интересный, важный человек, уважаемый, а пишет с ошибками такими заметными, не ошибающихся нет, и среди филологов вы наберете текст, но при этом очень важно, чтобы это не было вопиюще, ошибочным. Поэтому, и очень важно проверять текст, в журналистике есть такое понятие Марьи Ивановна, как Марьи Ивановна бы сказала, потому что Марьи Ивановна такой обобщенный образец, бабушки, которая поняла, не поймет этот текст. И текст упрощается до понимания Марьи Ивановны. В пиаре есть такое понятие как бы текст на ребенка, тест на ребенка. Ваш текст должен быть написан таким образом, чтобы он понял 10-летний ребенок, о чем он. Когда ребенок прочитал текст и его понимает, значит, текст написан идеально. Поэтому, хотя опять же, текст написанный, например, для научной аудитории таким образом, может быть, вы знаете, важно понимать контекст, цель, что он должен произвести. У меня к вам, когда текст, мы уже переходим к части с советом, он несколько проверок проходит. Очень важна редактура текста. Очень часто люди, которые вы сделали текст, нужно, чтобы он отлежался. Вот автор написал текст, он не может его редактировать, автор не может редактировать себя. Я был главным редактором нескольких изданий, журналов. Я писал слово редактора, писал какие-то материалы. Я главный редактор, я решаю, что пойдет. Но тем не менее, я отправлял текст одному из редакторов, чтобы он прочитал. Это профессиональный подход. Потому что автор все равно не уследит. Он что-то, у него есть какие-то специфические человек со стороны, состояние, это как раз независимый редактор, который тебе указывает, что вот это, вот это лучше бы поправить. И как бы вот здесь момент, а что ты хотел вот тут сказать, мне это непонятно. Поэтому даже, если вы великий человек, понимаете, что ваш текст должен пройти эту проверку и редакторскую, стороннюю, и проверяющую, и на понятность некую. Вот. Очень хорошо помогает, если вы написали текст, а потом его прочитали. Вот я когда редактирую текст, я его читаю вслух. Вот. Потому что, когда ты читаешь вслух, там очень часто заметны повторяющиеся слова, какие-то, так сказать, с этим связанные моменты. Вот. Поэтому, вот, по поводу, значит, здесь спрашивает структуру, пирамида, я вам объяснил. Вот. Лестница, это когда используется, используется, так сказать, такой прием трех историй, так называемых. Ну, то бишь, что сказать, вам начинает рассказывать начало одной истории, потом прерывает ее, потом начинает рассказывать вторую историю, потом прерывает ее. Ну, например, я шел как-то на улице и встретил своего знакомого. Очень интересный человек, который очень много путешествовал. Этот знакомый мне рассказал про старика, встреченного им в одном из путешествий. Вот. Одно повествование прервалось, началось второе повествование. Вот. И этот старик как-то, значит, оказался в одной восточной стране, вот, на каком-то острове и увидел заброшенный храм. Он зашел в заброшенный храм, вот, а дальше с ним нечто произошло. Вот это вот третья история. Вот. И, как бы, встретил там монаха, который сказал, что в жизни очень важно, а дальше произносится фраза о том, что важно. После этого история завершается. После этого он вышел, этот человек, и с удивлением обнаружил, что он совершенно по-другому воспринимает окружающий мир. Закрушается вторая история, что вот этот человек, который мне рассказал, был этим, как бы, восхищен. А человек, которого я встретил на улице, завершается последняя история. Видите, такая ступенчатая конструкция. Вот. В общем, видимо, хорошо ко мне относятся, раз делятся со мной такой информацией. Так вот, в этой структуре есть одна вещь. Ту фразу, что сказал монах, то, что на вершине этой пирамиды, она будет практически автоматически инкорпорирована в сознание человека. Это действует как гипноз, это действует как фраза, которая воздействует. Поэтому этот прием используют психотерапевты или какие-нибудь, так сказать, люди, которые работают с текстами, не просто текстами, а текстами, ориентированными на воздействие. Восьмерка это в общем-то способ изложения текста, где идет важная информация, потом это важная информация, какая-то развлекательная идет информация, потом дается важная информация, потом снова развлекательная информация. Таким образом получается такая восьмерка. У нас две развлекательные информации, на пересечении важная нам информация, которую человек воспринимает как ключевую, бессознательно ее принимает для себя. Ну, то есть, вот это все разные есть способы подачи и структуры, структурирования текста. Есть такая вещь, называется сказкотерапия. Искусство рассказывает сказки или мифологические какие-то схемы, в которых очень сложные структуры, но они влияют таким образом на человека, что он приходит к тому или иному выводу или как-то себя по-другому начинает воспринимать. Поэтому искусство рассказывания притчи, а лучше всего с этим справляет притча, оно очень эффективно. Притча вообще самый эффективный текст, и надо просто уметь им пользоваться. Собирать интересные истории, рассказывать притчи, это один из лучших способов убеждения, которые, может быть, и в тексте представлены, и в чем угодно. В общем, я думаю, вам прекрасно можно, где это может быть использовано, вы знаете. Потом, как бы, редактура. По редактуре очень важный еще момент. При написании текста такой лайфхак. Если вы хотите написать романтичный, не романтический текст, условно говоря, или текст такой вот близкий, настроенный на людей, на взаимоотношения, теплый текст, то читайте такие же тексты. Найдите писателя, кто с этим лучше всего справляется. И настройтесь на его тон, на его тональность. И потом прокручите, ну, как бы, ощущайте эту тональность, когда вы пишете. Есть такие психолингвистические программы, которые исследуют текст. И, как бы, одна из программок, которая называется «Златоуст». В этой программе анализируют текст. Например, и выяснилось, что настроение человека влияет на то, какой он текст пишет. Мы транслируем через текст свое настроение. Это как индивидуальный слепок руки. Мы оставили отчет. Человек, который считывает текст, он считывает вместе с ним и ваше настроение. Ваши неуверенности, сомнения, ваши какие-то осуществления. Или наоборот. Вот, как бы, особенность вот этого текста, она в этом. Поэтому, если у вас настрой соответствующий, в хорошем настрое пишутся хорошие тексты. А если невозможно написать хороший текст, даже я, я профессионал. Я могу писать тексты любых жанров и писал каких угодно. От коротких до слоганов, от слоганов до книг и всего остального. Но, тем не менее, если я в течение нескольких дней читал бюрократические тексты, инструкции, еще какие-то вещи, мне какое-то время нужно отойти от этого, сделать перебивку. Я, то, что я буду писать, будет ужасным. Потому что, ну, как бы, как принцип с едой. Ты есть то, что ты ешь, да? Так вот, ты есть то, что ты читаешь. Тексты, ну, тоже проникают и структурируют наше сознание внутри. Потому что язык, это, как бы, то, что очень сильно нас влияет и внутри, и вовне. Мы мыслим через язык, и это тоже, как бы, работает. Поэтому, вот, очень важно пропускать там, прочитали вслух тексты, дали, прочитали вслух для себя, прочитали вслух для других людей. В некоторых случаях, когда мы писали тексты на массовой аудитории, они были важны, мы проводили фокус-группу. Собирали людей с такими же характеристиками, к которым мы обращаемся, и этот текст им засчитывали, давали им читать в разных обстоятельствах. И спрашивали, что им понятно, что непонятно, какую реакцию вызывает. Это помогало текст коррегировать, уже делать текст, который вот действует. Очень сильно в этом помогает интернет. Вы просто используете разные тексты и смотрите, на какой текст люди лучше реагируют. Какой повод им кажется правильным. Это, как бы, тоже такой вот важный момент. И, как бы, будьте краткими, это самое главное. Здесь вот есть примеры. Однажды Химилдвей поспорил, что напишет рассказ, состоящий в свыше шести слов, способный расторговать любого читателя. Он выиграл спору. Продаются детские ботиночки, не ношеные. Всего несколько, да? И это уже образы, это эмоции. Короткий текст, он самый воздействующий. Люди сейчас много не читают. Исследования показывают, что самый максимально длинный текст, который человек способен, не вовлеченный прочтить, это всего 4000 знаков на компьютере посчитаете. Если ваш текст больше, то это прочтет текст, только человек сильно в нем заинтересован. Фредерик Браун сочинил кратчайшую страшную историю из когда-либо написанных. Последний человек на земле сидел в комнате. В дверь постучались. Действительно страшно. Ну и у Генри, это как бы отчасти так не совсем правдивая история, практически анекдот про него. Раньше анекдотом называли и правдивой историей. Но победил конкурс на самый короткий рассказ, включающий все элементы традиционного произведения. Завязку, кульминацию, развязки. Шофер закурил, нагнулся над бензобаком посмотреть. Ну, где осталось бензина. Покойнику было 23 года. Вот вам целая история. Снести катастрофа. И лингвисты исследовали, например, вот вам пример того, по поводу кого, чем короче и проще, тем эффективнее. Ведь на самом деле, в этом смысле, вспомним Ивана, вспомним, господи, нашего замечательного Ивана Бунина, тоже в этом мастер. Вспомним, так сказать, Толстого, да. Это же начать произведение для великого писателя. Жил-был барин. Звали его Жилин. Казалось, вот это простота. Лингвисты изучали, даже в отношении к военным изучали, как длина слов в языке влияет на победу в военных каких-то операциях. И выяснилось, что это взаимосвязано. Что вот длина слова и принятие решений очень влияет. У нас вот американцы, так сказать, 5,2, у них, у японцев 10,8 символов, в России 7,2. Ну, то есть, при всяких прочих условиях, так сказать, американцы эффективнее, чем японцы и русские, ровно потому, что у них короче слова. И как бы они быстрее приводят к принятию решений и к действиям. За исключением одного секрета, который заключается в том, что русские военные во время боевых действий переходят немножко на другой язык. И он короче, всего 3,2 длина слова. Есть примеры того, как воздействует язык. Используйте чаще глаголы. Потому что вот глаголы и действия в тексте делают его более живым. Поэтому вот здесь есть у меня пример, когда целиком весь текст написан глаголом. И глагол женского рода о жизни там женщины. Начнулась, взглянула, обомлела, проспала, вскочила, стала будить, буркнула, отвернулась, растолкала, подняла, кинулась, разогревает, накрывает, накручивается. Позвал, молчит, заглянул, накрылся, храпит, пощекотала, лягнул, рявкнул, замычал. А дальше жизнь женщины в течение всего дня, и это только глаголы. Если вы хотите настроиться и какой-то текст сделать очень энергичным и работаете над ним, попробуйте его написать только глаголами, а потом как-то разбавить. Это будет совсем другой текст, как если бы мы были. И в своей жизни, вот, пожалуйста, мы же, как бы, пользуемся очень краткими сообщениями. И вот там примеры. Любимый, давай, до свидания. Кто я без тебя? Или вот совсем все просто. Верни пассатижи. И все понятно и коротко. Вот нам нужно добиваться, понимаете, у каждого, я же говорил в самом начале, нужно всегда держать свою цель. И никогда не писать больше. Вот как только ваша цель в тексте выполнена, ставьте точку. И вырежьте из этого текста все, что цели не соответствует. И выкиньте это. Ничего лишнего. Только то, что нужно. Это самый, как бы, классический и лучший текст, который возможен. Вот. И вот вам пример, так сказать, нашего творчества, наших граждан. Такой философский, да. Граждане при инаугурации, это сторона улицы, наиболее опасно. Или вот это философское, душу не пропить, я пропил. Да, это же вот люди пишут на заборах. Или фразы из нитши, нет истины. У нас очень специфическая аудитория в России. У нас на заборах можно прочитать те вещи, где во всем мире, которые во всем мире на заборах писать не будут. Это не только знаменитые нецензурные слова, а очень много философского. Правда, если там на пространствах интернета посмотреть, вы действительно очень много из этого найдете. И смотрите, как воздействует текст. Тексты я собрал, которые вот, мы даже проверяли, как они по эффективности, как они влияют. Да, вот здесь есть по поводу мусора. Рыбаки и туристы не оставляйте мусора на берегу. А вот граждане берегите нашу природу, отдыхайте в Турции. Это уже юмор. Юмор лучше влияет. Просто сообщение как бы не влияет, юмор влияет лучше. Поэтому часто используйте юмор, имейте совесть, выкидывайте мусор в соседнем дворе, даже данный адрес. Ну а самым эффективным, кстати, оказалось, не бросая мусор, отсохнут руки. Вот, казалось бы, такая совершенно угроза. Непонятно от чего, непонятно как, но те люди, которые видели эту надпись, она как бы является воздействующим. И вообще странные вещи на воздействии. Вот знаете, что, например, изображение глаза в любом месте на 30% сокращает возможность того, что что-то сворует. Просто обычный глаз нарисовать, сфотографированный глаз над этим местом, у тебя сразу уменьшается, причем заметно, опасность того, что как этот глаз влияет, непонятно. Почему, конечно, люди видят глаз, у них желание воровать, так сказать, сильно уменьшается. Вот такие особенности массового сознания, изображений. И здесь, в общем, как бы мы с вами уже говорим, про это можно все говорить бесконечно. Я ориентирую вас на сервисы, которые есть в интернете, которые вам могут помочь. Замечательный сервис автора книги «Пиши и сокращай», и вам рекомендую эту книгу прочитать. «Пиши и сокращай». Вот он тут написан «Про инфостиль». Чем хорошо? Вы пишете какой-то свой текст, забрашиваете этот текст в редактор, и он вам тут же подчеркивает все, что плохо. Ну, не надо доводить это до 10 баллов, которые там даются, потому что текст начинает выглядеть абсурдно. Но, тем не менее, очень много лишних слов мусорных, те, которые нужно уточнить, вот этот ресурс дает, и, как бы, если вы не профессионал, то профессионал так это все знает. Но, если вы не профессионал, то это вам поможет свои тексты проверять и как-то выстраивать. Вот текст, на-ру, если вам хотите проверить его на оригинальность, если вам не нужны тексты, которые, так сказать, скачаны где-нибудь из интернета. Есть специальный ресурс, который, и тут он представлен, который позволяет проверить читабельность. Насколько текст читабелен, он даже пишет, на какой уровень он рассчитан у людей. Я уже говорил, что очень важна аудитория. Есть текст, который синонимайзер.ру, например, который позволяет вам подбирать синонимы. И это проблема даже и для профессиональных авторов, если вы ищите. И в нашем языке избегают монотонности, использование от них этих же слов. Поэтому, в этом смысле, как бы, очень важно подбирать синонимы, и этот ресурс вам в этом поможет. Опять же, если у вас возникает вопрос о грамотности чего-либо написания, есть ресурс, который используют многие корректоры. Называется грамота.ру. И вы можете получить подсказку, это живой ресурс, можно написать туда, прояснить какие-то сложные вопросы, и получить какие-то оперативные ответы. Как пишется это слово, где оно, как сочетается, с кем, каким образом. Но если есть возможность, заведите себе корректор. Они не так дорого их стоят, но при этом, как бы, репутационные потери, которые у нас могут быть из-за текста с ошибками, они гораздо больше. Любой текст, который вы предназначены для массовой, вообще будет распечатан, лучше проверять. Это, как бы, важно, журналисты не случайные. Важно, чтобы это проверял не тот человек, который его писал. Поэтому вот корректор. Я могу быть сколько угодно филологом. Естественно, я всегда отдам свой текст, при возможности корректора он может найти какие-то вещи. Потому что он, во-первых, отстранен, во-вторых, во всех редакциях есть такая должность свежая голова. Тот человек, который в подготовке номера не участвует, но он приходит и прочитает последний. Он видит все косяки, которые люди пропускают. И, как бы, есть очень интересный ресурс, который такой лингвистический. Он оценивает, как этот текст воздействует. То есть, он анализ писем нет, был предназначен, вроде бы, как для проверки писем. Но, тем не менее, он дает вот такие вводные характеристики, если вам хочется понять, что вокруг текста, какие он может вызывать. Ну, это уже психолингвистика. Это уже другое направление лингвистическое. Но, тем не менее, попробуйте и через него, если этот текст очень важен. Ну, то есть, я хотел бы вас ориентировать на то, что очень четко и очень важно нужно придерживаться нашей базовой структуры. Знать цель текста, что он должен изменить. Знать задачи текста, это информировать, убедить, развлечь, привлечь. Знать аудиторию, кому предназначен текст. Знать контекст, где он будет размещен, каким образом будет использоваться. Выбрать жанр, выбрать стиль. Подсказка тут у вас есть. Вот, например, подсказка, которую я вспомнил и забыла, она очень, как бы, хороша. Если вы хотите, чтобы дописать людям доверительный текст, вы знаете, вы попробуйте это написать не всем людям, а человеку, с которым вы общаетесь, давно общаетесь. Он ваш друг. И просто вот про то, что вы хотели изложить массой аудитории, напишите ему как другу, в виде письма. Дорогой Петр Николаевич, мы давно друг друга знаем. Я хотел тебе рассказать вот про то, что мы делаем. А делаем вот такую штуку, делаем для того, делаем вот так, делаем таким образом. И как только вы напишете письмо в таком виде, то в этом тексте не будет глупого пафоса, не будет каких-то канцеляризмов и личных слов. Ну, не будете вы в личном письме это писать. Просто, так сказать, рука у вас не поднимется своему знакомому родному человеку написать так. И вы вот изложите это все Петру Николаевичу, Сидору или Марье, всю эту информацию, а потом просто берете и отрезаете начало. И у вас уже есть текст, такая хитрость, да, журналистка, у вас есть текст, которому уже более-менее в дредительной форме все изложено. Это вот тоже один из таких приемов, который и помогает тональность выбрать и определить подход. На то, как текст воспринимается, влияет структура. Есть специальные структуры, которые ориентированы на воздействие, чтобы какие-то вещи у человека лучше запечатлевались. Практически все притчи построены по этому принципу. Притчи поэтому используются так во многих вещах, что все они, что это самые воздействующие тексты, самые мощные, самые находящие до сознания. И надо понимать, что это такое очень острое уже словесное. И, соответственно, когда пишете текст, всегда редактируйте его, проверяйте на разных аудиториях, понимаете, как он включен. И если вот эти вот те моменты вы будете использовать, это сильно улучшит то, что вы делаете, качество ваших текстов и позволит вам добиваться своих целей. В фанрайзинге или этого, в написании писем чиновников, в обращении к людям, которые с вами работают, в работе с волонтерами. Текст очень важен, потому что благотворитель работает с людьми, да. А на людей текст влияет. Это как бы для меня как бы вещь, которая, ну, в начале было слово, и слово всегда. Слово всегда, везде и во всем. Вот основное, что я хотел рассказать. Если у аудитории будут еще какие-то вопросы, я готов ответить. Тема глубокая, она может быть много ответвлений. Это то, что сжал я на определенных каких-то сокращенных моментов. Ну, я вопросы вроде не те самые. А вот был у нас вопрос, на который, по-моему, не ответил. Это значит 30-50 лет, средняя специальность в разводе. Это что это такое? А задача информирования людей, которые находятся? Страницы сайта. Что посоветуете? Жанр, стиль, тон. 30-50 лет. Ну, это должен быть простой язык. Это должен быть душевный язык. Это язык, знаете, очень хорошо понять, как это язык работает. Это язык вот таких вот журнальчиков. Невыдуманные истории, например, продаются за 30 рублей, там, 50 рублей. Такие журнальчики, где рассказываются невыдуманные истории, как правило, из женской жизни. И у них такая вот определенная стилистика. И вот эти журналы не случайно пользуются популярностью. Поэтому вот использовать вот этот язык. Тональность либо доверительная, раз средняя специальность, то она должна быть убедительная. То есть вам нужно брать экспертов, которые там известны, или которые имеют соответствующие звания, регалии. И люди со средним специальным образованием к таким людям очень доверительно относятся. И как бы им важна эта роль авторитета. Потому что я вот сам не справляюсь, а авторитет знает. Для человека образовано очевидно, что авторитет сам может не знать. Но для человека вот тут вот важен авторитет, и что он сказал. Поэтому вот мне кажется, вот этот тон, он был бы. Посмотрите вот эти журнальчики и постарайтесь это в виде таких историй. Либо, так сказать, вот кратких, как нужно сделать это авторитета и повлиять на свою жизнь. Авторитет психолога, авторитет священника, авторитет, там, ничего, как свою жизнь строить специалиста. Либо вот некие истории из жизни, которые привели к чему такие, получающие истории. Это будет хорошо работать, чем вот эти вот какие-то ужасные тексты. Литература подготовки текста для социальных сетей. Вы знаете, пока такой литературы, по сути-то, нет. Лингвисты в социальной сети, это новая идея, и лингвисты на эту тему думают. Есть некие книги, которые написаны про продающие тексты людьми, которые вот, собственно, сами пишут эти тексты продающие. Ну, они очень, как бы, далеки тут, потому что это не исследовано специалистами во многом. Только сейчас исследуется эта история. Поэтому я бы вас, как бы, ну, есть некие правила, на которые нужно. Нет книги, но есть правила. Тексты в сети, по возможности, ну, если это не официальный сайт, должны быть неформальными. То есть они пишутся живым языком, они пишутся доверительно, они пишутся с прямым обращением к людям, которые общаются. Они короткие. Самый главный и ключевой признак, это должен быть короткий, ясный, внятный, понятный текст. Потому что длинные тексты никто не читает в сети. Если можно дать ссылку, если у вас что-то есть, изложите, и вам очень важно, можете дать эту ссылку. Но все остальные, чем короче, тем лучше. Тут эффективность простая. Очень часто работаете над первой фразой. Потому что в сети, дело в том, что, как бы, сейчас те люди, которые вот занимаются продажей инфопродуктов в сети, они давно вычислили эту вещь. Важен заголовок. Заголовок должен вовлекать. Не должен быть скучным. Он должен быть с глаголом. Он должен вызвать какой-то интерес. Чтобы человек прошел дальше. Человек начинает с заголовка. Если заголовок понравился, он идет дальше. Дальше первая фраза. Потом первый абзац. Это должна быть завлекающая информация. И первый абзац должен быть тот, который бы заставил человека читать дальше. Как бы, некий неожиданный факт. Некая, так сказать, яркая фраза, которая вовлекает, его заставляет. И только уже, когда там, начиная со второго абзаца, человек начинает тягиваться на третьем абзаце. Он уже включен. На четвертом уже излагается что-то, а вот пятый, как правило, лишний, потому что это уже много. Поэтому нужно следить за объемом, стараться использовать неформальную стилистику, личностные обращения. И, так сказать, писать так, чтобы это было ясно, четко. Никакой канцелярит и ничего вот этих вещей не допустимо. Всякий формализм, он очень странно выглядит в сети. Пока еще это такая неформальная история. Если это, конечно, неофициальный ресурс. Если, конечно, официальный ресурс, в вашей есть определенная социальная роль, вы ее придерживаетесь. И вот тут уже немножко другая тональная, более официальная. Но, опять же, если вы общаетесь с людьми личностно, то продемонстрируйте это своим языком, стилем, интонацией, текстом, который вы используете. По теме из последних, во-первых, читайте, на самом деле, самое важное. Читайте классическую литературу. Это самый лучший исправитель текстов. Те люди, которые читают классическую литературу, перечитывают что-то, они лучше начинают писать. Вот если человеку пишет какую-то статью, начинающую журналист, и написал, не пойми еще, ему даешь книжку классического того же Толстого, Бугина, людей, стилистов, Лескового. И когда он эту книжку прочитывает, сначала не понимает зачем, но когда он ее прочитывает, книжку, то его тексты становятся существенно лучше. А из того, как работать с текстами, есть две книжки, вот я точно сейчас об авторах не знаю, одна книжка называется «Без воды, как писать официальные тексты, доклады, записки». Это вот этот хороший текст о том, как писать официальные письма и официозные документы внутри бюрократической структуры любой организации. Эту книжку стоит прочитать, там это все очень неплохо изложено. А вторая книжка, да, вот знаменитая книжка, уже за последнее время многие ее прочитали, пиши, сокращай. Там вот очень много приемов, фахаков, которые ребята дают, два человека написали, ее тоже можно найти в сети. Это то, что я вам бы вот рекомендовал. Все остальное, самое-самое лучшее, читайте хороший текст. Какие-то еще вопросы есть? Еще отвечу. Вопросов нет, я думаю, мы так вовлеченно поработали, вместе поговорили. Поэтому спасибо вам большое, я рад был с вами пообщаться, что-то рассказать. Надеюсь, то, что рассказал, будет вам полезен и принесет вам, так сказать, правильные и нужные вещи. Всего доброго, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»